Слава Богу. Дорогие, я тут с Натальей разговаривал, она мне сон один рассказала, но так как ее нету, тогда я в отношении личности не буду ничего говорить, потому что во снах же нам Господь символы определенные показывает. И в этих символах обычно, или точнее лучше так сказать, что на 90% где-то, ну вот слышали, есть внутренние, есть внешние сны. И с одной стороны 90% сны, которые мы видим, они в нашу сторону, про нас. А пророческие, ну вот как бы вот пророческие люди определили процентов 10, поэтому мы иногда, скажем так, бывает то, что для нас, то, что для нас, мы выкладываем, к примеру, как пророческий сон для других. Но в первую очередь надо проверить, то есть это сон внутренний или внешний. Если внешний, то значит это пророческий. Если внутренний, то это он для нас. Он может быть, конечно, пророческий, но касается только нас. И вот мы как-то, наверное, с вами говорили, как определить внешний или внутренний сон. И вот если ты непосредственно в своем сне главный герой, то этот сон для тебя. А если ты как будто смотришь как со стороны, то это как раз пророческий сон, который Господь хочет, чтобы он дошел до других людей. И вот мы когда разговаривали с Натальей, может быть, она вам рассказывала, может быть, нет, значит, она увидела, не просто увидела, а в ее сне было три взрыва. И вот был показан ее дом, и она на взрыв на первый выходила, там осколки около ее дома были. Все, я не буду рассказывать. А потом второй взрыв произошел, она тоже выходила. Потом третий взрыв, ну и вот, значит, в одном из взрывов, после которого она заметила, что в прихожей ее ковры, которые были скручены и сложены, ну как они там, может быть, стояли, может быть, лежали. И, значит, они были разбросаны. И, значит, и потом, после третьего взрыва, она увидела мужчину одного, так скажем, он был оголенный и сидел, значит, обхватив себя руками и боком. И вот как раз, как раз вот она вот это все наблюдала и вот заметила. То есть у нее есть, конечно, свое истолкование, и мы с ней, ну договорились, если что-то, еще Господь что-то скажет, ну поделимся друг другу. И, то есть ее истолкование конкретно она для себя, для своей семьи взяла. И мы назвали этот сон взрыв. Она как раз Пола Джоксона привела там в отношение взрыва его истолкование. Я говорю, ну давайте назовем сон взрыв. И вот я когда говорю, может быть, в молитве что-то еще получу, и вот вечером перед молитвой, значит, рассуждая об этом сне, значит, и вдруг мне приходит на сердце поделиться вот этим сном на площадке и помолиться. Но уже помолиться не как внутренний сон, который, ну непосредственно для Натальи, а посмотреть как на внешний сон и представить Наталью как церковь. А вот этого человека, который оголенный был, значит, после взрывов, вот эти, вот эти разрухи, значит, вот именно как на мир, как на людей, которые остаются вот непосредственно голыми. Без Бога. И вот как раз Наталья говорила об одеждах, то есть это когда Бог, Он просто сворачивает все старое, готовит все новое, и даже одежда. Помните, мы в песне-песне говорили о том, что избили меня, изранили, сняли одежды, стерегущие стены. И вот я, значит, назвали там и сон взрыв, взрыв, но там три раза был взрыв. И как Наталья говорит, ну на Святую Троицу, Отца Сына, Святого Духа, всю эту полноту говорит. А у меня сегодня вот именно перед молитвой, когда вот просто стал рассуждать о внешнем, о внешнем, и мне пришли, пришли несколько историй евангельских об этих трех взрывах. И вот я вот с этого начну, и как раз мы помолимся обо всем этом, потому что это касается, если внешне смотреть, а Господь расположил мое сердце вот именно перед нашей площадкой, так посмотреть, что это касается непосредственно церкви и мира. И вот первая история, всем вам известна, Гефсиманский сад. Давайте мы ее в нашем контексте определим в такой первый взрыв, что ли, через который Господь нам показывает, что должно взорваться в нашей жизни. И, конечно же, это молитва. И что за взрыв получили вот непосредственно ученики, потому что в этом сне, в этом взрыве приходило определенное, ну, разрушение и разруха. Вот смотрите, Иисус Христос, он три раза по Писанию приходил к ним и говорил, не могли бы вы бодрствовать хотя бы один час. И как-то я назвал вот именно эту историю точка, точка отчета. И вот эта точка отчета для Иисуса Христа, когда Он стоял в молитве, будучи бодрствовавши, для Него эта точка отчета была точкой победы. Начало победы, в которую Он пришел и которая привела Его на крест и вознеслась, сделала Его победителем. А ученики, которые отказались, скажем, ну, просто спать, можем сказать, хотели, не бодрствуя, не молясь. Вот именно они не встали в молитву и не встали в молитву по Его приглашению в три раза. Для них это была точка поражения. И мы в конечном увидели, что все они сбежали. И Петр, который говорил, да нет, Господь, я не покину, не оставлю тебя. Если мы читаем, ну, Евангелие от Матфея недавно, как раз эти главы последние перечитал. И там написано о том, что они все разбежались, хотя все говорили, что мы не оставим тебя. А Петр сказал о том, что, ну, а я тем более. И мы увидели, что вот как раз один из этих взрывов происходит с нами тогда, когда все рушится, разрушается. Тогда, когда мы не бодрствуем и не встаем в молитву. Потому что точка отчета для нашей победы, как Иисус Христос показал в этом примере, это молитва. Поэтому мы благодарим тебя, дорогой наш Господь, за то, что, может быть, как раз и были вот такие определенные взрывы, к которым мы не были готовы, которые просто напрочь разрушили. Какие-то отношения, какие-то наши даже дома, обстоятельства, ситуации. И много всего, что каждый из нас может перечислить там, где мы просто, ну, познаемся, что мы получили поражение. Потому что не были готовы. Потому что, Господи, то, что Ты нам показываешь, когда мы встаем в молитве, Ты сказал, что дух бодр, плоть немощный. Из этих стихов мы уже, Господи, не раз получали, не раз слышали. Именно то, что когда мы молимся, то мы в духе. И тогда, когда мы не молимся, то тогда мы во плоти. И прежде всего, конечно же, Господи, я молюсь, чтобы нам была открыта настоящая молитва. Потому что мы не раз говорили о том, что у человека есть три состояния. Это молитвенное состояние, когда мы молимся. Это состояние бодрствования и состояние сна. И чтобы, Господи, больше нам понятно было, чтобы мы могли донести людей, что не всегда, может быть, мы можем встать вот так непосредственно в молитву, как написано в Матфея 6 главе. Зайдите, затворите за собой дверь, и все, что будет с Господом втайне, будет явным. Но есть состояние еще бодрствования. И никто не отменял в состоянии бодрствования наше общение с тобой. Почему? Потому что мы как-то говорили о Псалме 90. И спасибо тебе, Господь, что ты открываешь, что когда мы просто смотрим и сравниваем еврейские, греческие переводы, то мы замечаем, и вовремя ты нам, Господь, открываешь, что ты, Господи, нам показываешь, что не только ты, Господь, наш кровь, но также и сень, но также и мы являемся для тебя домом и вот этим кровом и сенью. И ты, Господи, поселился в нас и сделал нас именно вот этим домом молитвы. И чтобы мы смотрели обоюдно на все это. И так как ты нас сделал, Господи, домом молитвы, то, Господи, то мы ходячая молитва. Поэтому даже если мы думаем, что мы в состоянии бодрствования, как будто мы не в молитве, то не дай дьяволу обмануть нас, потому что, что бы мы ни делали, может быть, мыли посуду или там работали, мы всегда, Господи, с тобой. Потому что ты доказал через старя Давида, что я всегда видел моего, Господа, одесную себя. Это, Господи, вот именно как раз показывает на скиню Давидову, о которой пророк Амос говорит, что будет тут именно ее восстановление. И именно это восстановление как раз показывает на 24 часа в сутки. И поэтому невозможно 24 часа в сутки вот так встать и просто всегда молиться, потому что еще есть сон. И как Псалом 166-18 говорит о том, что внутренность моя, она даже ночью жаждет тебя и просто желание, ревение, Господи, к тебе, то мы, Господи, просто заключаем, спали ли мы, ты все еще с нами в бодрствовании, мы все, Господи, с тобой. Просто я молюсь, чтобы мы были внимательны, чтобы были чувствительны, Господь. В молитве ли, когда ты сказал, прежде всего, в бодрствовании ли мы, когда вот так нету какого-то определенного места, может быть, мы идем, но мы должны понимать, что мы непосредственно дом молитвы, в котором ты, Господи, живешь, в котором ты находишься, что ты, Господи, тело наше избрал храмом, Божий, Аллилуйя, Духа Святого. И также, когда спим, мы, Господи, все еще с тобой. И так мы замыкаем все, Господи, и бодрствование, и время молитвы, и сон, как ты, Господи, в Псалме 18-м сказал, что день в дню передает речь, ночь в ночи передает знания и внутренность наша. Она учит нас. Спасибо тебе, Господи. И мы вот благословенны, что утро и вечер, как Псалмы говорят, ты возбудил к славе своей. И поэтому мы можем находиться с тобой постоянно. Поэтому теперь нам, Господи, становится понятно, когда апостол Павел сказал, непрестанно молитесь. И, Господи, вот поэтому мы возвращаемся вот в нашем контексте этой молитвы к первому взрыву. И мы, Господи, жаждем просто и хотим, чтобы вот этот взрыв, он послужил уроком, примером для того, чтобы мы, всегда наша внутренность, она, Господи, рвалась к тебе. Потому что это был очень сильный урок и Петру, и всем ученикам, который показал, что тогда, когда мы молимся, тогда мы, Боже, в духе. И когда мы пренебрегаем вот это молитвенное время, в которое ты, Господи, нас ведешь, где просто говоришь даже тогда, когда мы бодрствуем, а сейчас остановитесь. Я хочу, чтобы ты остановился и познал, что я Господь, и что я хочу сейчас тебе сказать, чтобы ничто нас не отвлекало. Аминь. И драгоценное, и вот у меня картина такая второго взрыва, это именно, здесь я уже беру апостола Петра, тогда, когда Господь ему сказал, что трижды, смотрите, три раза не встали в молитву, три раза не встали в молитву в Гесеманском саду, и Господь также сказал, что трижды отречешься от меня, прежде чем пропоет петух. И что и произошло, что мы имеем, тогда, когда мы не ответили на призыв Господа, как я сказал о том, что остановитесь, познайте, я тебе хочу что-то сказать, я хочу тебе дать силы, я хочу, чтобы ты вошел в дух, потому что только Господь знает, вот именно погрешности, как в Салом 18 говорит, почему сюда не слаще меда приходит, что ты сейчас соскользнул, ты сейчас в духе, и тем более мы наблюдаем, что тогда ученики, они не просто, они спали, и это показывает такую демоническую атмосферу, такое давление, тогда, когда нужно молиться, и вдруг приходит вот этот сон, что они даже не могли встать. Есть сон сну рознь, есть сон, когда написано, что праведнику своему он дает крепкий сон, а есть сон, как мы, допустим, говорили в Бутее 15 главе, что тогда, когда на жертву напали птицы, то Авраам взял палку и отогнал их, а потом написано, крепкий сон напал на него, а почему крепкий сон? Для того, чтобы он духовно заснул и пропустил вот эти атаки на жертву, которая, она просто вот должна дойти до определенного, наверное, такого состояния, когда ее нужно хранить, беречь как Слово Божие, прежде чем оно исполнится, его хранят, его поливают, его провозглашают, его пророчествуют, его защищают. И вот то, что с учениками произошло, и Господь показывает. Три раза не встали в молитву, три раза Петр отрекся от него, и все они в этом отношении проиграли. Поэтому, Господи, я молюсь, чтобы мы реально, вот этот взрыв прозвучал в нашей жизни, и, Господи, этот взрыв, бы он принес поражение врага, как это получилось, именно у тебя, Иисус Христос. Потому что, что мы наблюдаем? Дело в том, что ты просто знал пути. И я, Господи, молюсь, что тогда, когда нам очень тяжело, и тогда, когда мы просто под таким давлением находимся, под какими-то такими атаками, чтобы мы были чувствительны. Потому что вот ты, Господи, видел пути. Как это давление, оно ведет тебя для исполнения воли Отца твоего. Точно так же, как это было в пустыне, когда написано в Псалме 106, Моинсей видел пути, а народ видел только дела. И вот как раз по делам ты, Господи, в глазах людей был в неприглядном состоянии. Как в Псалме 53 главе написано, не вида, не величие, а мы-то думали. И вот так же вот мы проходим тот же путь, и мы переживаем, и пережевываем Евангелие, пережевываем Библию, и в конечном итоге мы именно проходим, и именно тот путь, чем больше мы верующие, тем больше замечаем, что тот и тот исполняется именно так, как написано о тебе, так, как написано о нас, потому что мы в тебе, потому что все, что написано, мы все это пройдем. А что мы пройдем? А мы пройдем то пророчество, которое ты, Господи, получил, когда тебя привели в храм, и тебе пророчествовали, что все лежит на восстании и нападении, и в предмет пререканий, и матери сказали, тебе само оружие пройдет душу. И вот когда мы слышим о том, что все будет чудесно, все будет красиво, все будет хорошо, а на самом деле, как будто люди, они себя успокаивают и занимаются каким-то, я не знаю, самотренингом, какой-то накачкой, потому что не хотят сознаться с тем, что мы проходим очень сильное давление, потому что в Нагорной проповеди, Господи, ты сказал, из тебя гнали, то будут гнать и нас, и если такого не происходит, значит, где-то мы, ну, просто не на своем месте, потому что каждый верующий человек, он пройдет в глазах людей падение, но, Господи, в глазах Твоих, о чем я молюсь, чтобы мы увидели, что для нас это падение, которое в глазах людей, это восстание, потому что в глазах людей, как раз Исайя 53 глава говорит, что ты, Господи, упал, и они просто просили, если ты на самом деле Сын Божий, то докажи, садись с креста, и вот здесь, Господи, как мы уже молились и говорили о том, что вот это искушение, оно будет постоянно преследовать нас, когда дьявол через людей будет говорить, докажи, что ты Сын Божий, докажи, что ты Дочь Божия, и, Господи, ты уже нам не раз говорил, что нам ничего не надо доказывать, потому что мы в твоей семье, и вот эти доказательства, которые просто он вынуждает нас в этом двигаться, и сатана, они просто, наоборот, подрывают всю нашу веру, и поэтому, Господи, спасибо Тебе, что мы уже родились в Твою семью, и нам уже ничего не надо доказывать, мы знаем, что мы знаем, что мы знаем, Господи, спасибо Тебе, и я благодарю Тебя, Господь, что благодаря вот этому сну появляется эта молитва, чтобы мы, Господи, вот крепко встали, и спасибо Тебе за Твою милость, спасибо Тебе, Господи, за Твою любовь, потому что мы опять наблюдаем три вещи, смотрите, все по три, три раза не встали в молитву, три раза отрекся, значит, Петр от Иисуса Христа, и когда Иисус воскрес, слава Богу, то написано в Иоанна 21 главе три раза, и все это не просто так, Господи, как будто перекрывал вот эти три поражения, вот эти три разрушения, именно Твоими словами, любишь ли ты меня, и что Петр даже, он, наверное, даже как подавиделся, был виноватым предлицом Твоим, но, Господи, я же сказал, что я люблю Тебя, иди паси агнцев моих, поэтому, Господи, мы благодарим Тебя за Твою любовь, и вот связывая это со сном, Боже, мы просто видим, что вот этот оголенный мужчина, которого увидела Наталья, это сегодня показывает, как ты, Господи, просто разрушаешь всякую гордость, разрушаешь, Господи, всякое надмене, высокомерие народа Твоего, народа нашего, Господи, которые думали, что пройдут эту жизнь без Тебя, но, Господи, тогда, когда просто не встают в молитву, Господи, пред Тобой, тогда, когда предают Тебя везде, и мы сами это все проходили, и, может быть, кто проходит, и мы, Господи, вот именно стоем на этом экзамене, который Ты, Господи, показываешь, что любишь ли Ты меня, а если любишь, то иди паси агнцев моих, Ты, Господи, как будто вот возвращаешь через апостола Петра и нас, и вот этих людей этого мира, что давайте начнем все заново, потому что пасти агнцев моих, это как раз вызов для каждого из нас, что заметили, дорогие, что часто люди приходят в церковь для того, чтобы что-то получить для себя, для того, чтобы была восполнена какая-то их нужда и так далее, но ведь в конечном итоге, да, Бог отвечает на все это, но с другой стороны, Он же ожидает, что мы поднимемся, что мы преодолеем, что мы победим те нужды, которые непосредственно были высвобождены против нас, чтобы свалить, но Он хочет, чтобы наши руки стали Его руками, наши ноги Его ногами и наше сердце, оно просто было занято непосредственно им, и мы бы смогли, мы бы смогли побочь другим людям, и вот этот настрой на то, что я в церкви, которая столк в утверждении истины, не для того, чтобы посмотреть на нее, как на больницу, а именно мы должны дорасти до того, что церковь еще это и армия, которую не одолеют врата ада, и поэтому, Господи, подними нас, и вот именно все начинается прежде всего опять с молитвы, бодрствуйте и молитесь, и Господь как будто возвращает Петра вот непосредственно на этот круг, посмотри, откуда началось поражение, посмотри, ты где, вот потерпел, именно первую такую беду от того взрыва, который произошел, а ты не был к нему готов, потому что вы все не встали в молитву, и именно твоя гордость, которая сказала, да нет, Господи, я вот точно не предам тебя, но это невозможно сделать вот именно человеческими силами, это невозможно сделать человеческими усилами, только возможно все тогда, когда мы в духе, когда мы, Господи, с тобой, тогда и вопросов не возникает, для того, чтобы исполнить волю твою, для того, чтобы иметь непосредственно как раз вот такую силу, поэтому, Боже мой, помоги, чтобы мы не предавали тебя, чтобы мы не изменяли тебе, чтобы мы так любили тебя, Господи, и просто могли исполнить волю твою в той силе, которую ты, Господи, Боже, высвобождаешь, которую ты нам, Господи, даешь, и помоги нам, Господи, именно смотреть не на себя, а как ты, Господи, сказал, любишь меня? Люблю, но хорошо, тогда иди, паси агнцев моих, мы, Господи, с этой историей также столкнулись, которые тоже молились, себя ставили именно на то место, когда именно ты сказал, что будут среди вас именно те люди, которые они увидят при жизни еще Царство Божие, и мы, Господи, увидели вот это Царство Божие, когда на горе преображение, и, Господи, преобразился, и именно Петр, Иоанн и Иаков, они были во всем этом, и Петр тогда сказал о том, что так давайте сделаем кущи, как сегодня есть просто вот недопонимание многих верующих людей, которые как будто разделились на два лагеря, и не как будто, оно так и есть, и мы, Господи, не должны попасться на все это, и один из лагерей это тогда, когда мы просто идем исполнять великое поручение, а сами не знаем тебя, и как в Матфеи в седьмой главе написано, и именем моим исцеляли, и бесов изгоняли, и чудеса творили, а он говорит, отойдите, я не знаю вас, и потом другая крайность сегодня приходит, тогда, когда люди, они почувствовали твою любовь, вот это наслаждение с тобою, и как бы игнорируя великое поручение для того, чтобы идти и пасти агнцев, свидетельствовать, Господи, о тебе, они просто, оставив это, не хотят спускаться с горы преображения, но ты, Господи, показал, опять же, через апостола Петра и Анны Иакова, что под горою нас ждут, и там мы вспоминаем, что там был отец и мальчик, который был одержим, и которому нужна была помощь, и поэтому, чтобы мы, Господи, не забывали, потому что мы, Господи, исповедуем крест, о котором сказал апостол Павел в 1 Корнифянам 1 главе, что я исповедую Иисуса Христа, и при том распятого, потому что он сказал, есть сила креста, и не хочу проповедовать ничего, буквами Тебя, Господи, и при том распятого, и когда мы говорим о кресте, то мы видим, Господи, две дороги, одна, Господи, от нас наверх, это, Господи, именно любовь наша с Тобою, а другая горизонтальная, это непосредственно люди, поэтому, Боже, не получится креста, если мы не исполним вот эти наиглавнейшие заповеди, о которых сказал Иисус Христос, возлюби Бога и возлюби ближнего своего, поэтому научи нас, Господи, любить, вот мы стоим перед Тобою, Господи, и честно просто говорим, без Тебя мы не можем делать ничего, мы не можем любить, мы не можем служить, мы не можем миловать, Господи, мы не можем делать ничего, поэтому, дорогой наш Господь, помоги нам, Господь, вот мы, Боже мой, сделай нас, Господи, именно подобным Тебе, Господь, дорогой наш Господь, Боже, благодарим Тебя, славим Тебя, и пусть, Господи, вот мы сейчас посмотрим на эти взрывы, как на то, что пусть взорвется в нашей жизни, вот именно такая жажда по тебе, потому что даже мы приходим иногда в такие канавы, когда бывает слышишь от некоторых верующих, что ну и поститься не надо, потому что зачем пост, когда Господь с нами рядом, а определение Господа именно определяется тогда, когда мы просто взяли теоретически слово, которое говорит о том, что Господь уже в нас и зачем нам искать Его, когда Он уже, думаем, что найден нами, потому что живет в нас, но мы уже не раз об этом говорили, что вот как раз парадокс-то в том, что Господь в нас, а мы бывает не переживаем встречи с тобой из-за суеты, из-за заботы, из-за неправильного отношения, Господи, вот в нашей жизни, в понимании вот непосредственно всех вот этих вещей, поэтому, Господи, даже тогда, когда мы говорим о посте, я просто молюсь, чтобы мы дошли до такого состояния, что уходя в пост, мы просто шли не для того, чтобы, как некоторые проповедники говорят, заломать руки Богу, для того, чтобы Он ответил на наши молитвы, а это так жажда Тебя, что ты даже не замечаешь, что ты даже есть не хочешь, ты просто хочешь есть Иисуса Христа, ты хочешь есть Его Слово, и ты даже не хочешь отвлекаться на еду для того, чтобы глубже и глубже, Господи, Боже, вот пойти и просто вот часами находиться с тобой вот в этой Твоей славе, вот в этом Твоем присутствии, Господи, поменяй это все. Точно так же, как я вспоминаю, первые мои молитвы, когда, ну, просто очень тяжело было молиться, когда ты приходил вместе с церковью, там, мы тогда, помню, по очереди там молились, или тот, кто умел молиться, я тогда не умел ничего делать, просто стоял и часто смотрел на часы, думал, что-то мне так тяжело, и думал, когда это закончится, хотя понимал, что нужно молиться, и как-то я делился тем, что просто молитва для меня была, как будто я тащил ее, как тяжелую ношу, но пришло время, Господь увидел это все, вот это, с одной стороны, может быть, вначале дисциплину, может быть, закон, как мы говорили, что закон ездит и водитель к Иисусу Христу, и потом как будто переключка такая произошла, и ты уже не можешь жить без молитвы, почему? Потому что уже не ты несешь ее, а она несет тебя, поэтому, Боже, вот, как мы молились, говорили о вот этой переключке на духовное зрение, с физического зрения, краткосрочное, легкое страдание, чтобы, Господи, мы могли увидеть так, как Ты видишь, как мы говорили о том, что вот именно через все вот эти давления, ты видел, куда ведут тебя эти давления, ты видел этих людей, которые ведут тебя для исполнения воли Божьей, и, казалось бы, такой расположенный апостол Петр к тебе, твой ученик, и в конечном итоге мы можем сделать под общий знаменатель и сказать, слава Богу за Петра, за этого верного ученика в конечном итоге, но ты его назвал сатаной, потому что вот именно в определенный случай вот этот судьбоносный в твоей жизни, когда ты пришел исполнить волю твою, он тебя хотел отвезти от креста, и ты его назвал сатаной, и поэтому вот и мы так же бывает, не замечаем, когда, может быть, где-то хотим сделать людям какое-то определенное добро, вместо того, чтобы где-то сказать, нет, мы говорим, да, потому что путаем это с любовью, потому что это не любовь, а малодушие, и с другой стороны мы видим Иуду, который предал тебя, и ты его на вечере, ты сказал, друг, делай, что ты задумал делать, и казалось бы, вот тот, кто убивал тебя, ты назвал другом, а почему? Потому что именно Бог так использовал, что вот он непосредственно и привел тебя туда в исполнение воли отцовской, и, конечно, ты, Господи, сказал, что появится, если бы даже Иуды не было, другой бы пришел именно и сделал бы это, но горе тому, через кого вот это было сделано, и, как ты в Матфея 18 главе сказал, придут соблазны в этот мир, но горе тому, через кого придут эти соблазны, поэтому, Боже мой, дай нам понимание, Господи, дай нам мудрости, Господь, Аллилуйя, дай нам, Боже мой, познать истину, любовь Твою, дай нам, Господи, вот мудрости разбираться, потому что в Исаии 41 главе, к примеру, написано о том, что с одной стороны трости надломлены, не преломишь, и льна курящего не угасишь, и тут же в этой главе ты, Господи, открываешь, что долго я молчал, терпел, воздерживался, а теперь буду просто кричать, как рождающая, и, Боже мой, так много говорил о любви, и вот мы, Господи, бывает не понимаем, когда ты взял бич и выгнал всех продающих из храма, чтобы, Господи, мы могли определять, что любовь, она имеет много сторон, как ты, Господи, в книге Откровения сказал, что того, кого я люблю, того обличаю и того наказываю, поэтому, Господи, пусть наша жизнь, она взорвется, но с другой стороны, мы, Господи, видим вот этого, мужчину оголенного, с которого были сняты просто все одежды, как мы, Господи, наблюдаем, что и мы были в мире, и мы были мирские, и даже верующие, они, когда соскальзывают с путей, думают, что они в каких-то одеждах, думают, что они вот эти маски, которые одели, от которых они перегорают, потому что показывают свою значимость, успешность, но тогда, когда они, Господи, перед тобой, они просто раздеты, и вот этот мир, ты сегодня, Господи, раздеваешь, этот мир сегодня, поэтому сно сидит на пороге, на пороге, Господи, церкви, и то, что были разбросаны вот эти ковры, вот эти ковры, о которых мы говорили с самого начала, говорит о том, что они уже не просто стоят, не ожидая, может быть, людей, хотя мы и молимся, чтобы люди приходили в церковь, чтобы они, Господи, приходили к тебе, но и церковь, она часто не готова принять этих людей, с одной стороны, может быть, время подходит к тому, как в книге Амоса написано о том, что придет жажда уже не по хлебу, а жажда по слову, и ты, Господи, сегодня производишь суд, о котором мы молимся, и вот, когда идет вот эта война, когда мы видим, что легче, с одной стороны, не становится, потому что сейчас разговоры идут о большой войне, и что бы ни происходило, здесь даже вопрос не победы, там, вот именно на территорию Украины, а именно вопрос стоит о том, что очаги, они просто разрастаются, это мы видим и на Западе, и на Востоке, и в Израиле, и в Палестине, и то, о чем говорит Библия, оно все равно исполнится, может быть, это время, но Матфея 24 глава говорит о том, что когда услышите о военных слухах, да, это придет, это как написано, но это еще не конец, и я верю, Господи, что именно великое пробуждение, о котором мы говорим, о котором пророчествовали, к которому мы, Господи, готовимся, да в которое мы уже вошли, не понимая, Господи, потому что сейчас идет именно вот эта война против этого пробуждения, пытаясь столкнуть братьев и сестер в церкви, друг с другом с большой буквы, но это уже происходит, и, Господи, как пророки сказали, начнется в России, закончится это все в Израиле, и то, что мы сегодня наблюдаем, мы не хотим, Господи, молиться против Твоей воли, поэтому вот мы стоим, Господи, пред Тобой, чтобы понимать именно то, как Ты, Господи, все это видишь, и не стесняться, и не бояться, именно говорит то, что Ты, Господи, хочешь, чтобы мы сказали это публично, чтобы мы сказали это во свет, тем более, Господи, есть какие-то связи с другими людьми, или сегодня сети интернетовские, поэтому, Боже мой, сделай нас, Господи, настоящими Твоими людьми, несмотря ни на что для донесения вот этого слова, и мы, Господи, молимся за эти ковры, чтобы они, Боже мой, были расстелены, приведены были в порядок для того, чтобы тогда, когда Ты приведешь этот мир вот именно к той точке невозврата к сатане, вот к этой разрухе, тогда, когда вот то, о чем планировали люди, просто перестанет все получаться, и мы могли бы быть приняты в церковь, как это, Господи, со многими из нас произошло тогда, когда больше не было никакого выхода, кроме Тебя, Господь, кроме того, чтобы прийти в церковь и просто себя вспоминаю, я тогда думал, что, ну, наверное, сейчас начнется грустная, такая религиозная, скучная жизнь, на самом деле, это не было скукой, да, это было очень тяжело, и давление, которое мы постоянно испытываем, но зато это приключение, как говорит апостол Павел, поэтому научи нас быть, жить вот в таком приключении, для того, чтобы, Господи, наши дома, в первую очередь, наши сердца, и именно внутренность нашей церкви, которая, может быть, даже и без здания, и, может быть, даже вот на таких площадках, мы были готовы, Господи, принять людей, которые сегодня голые, чтобы они это увидели, мы молимся, Господи, за добрую почву в их сердцах, чтобы, Господи, их глаза открылись, и они, Господи, увидели, что они просто голые без тебя, что им нужна защита, что вариантов больше нет, чтобы, Господи, мы увидели в наших собраниях как раз великое множество людей, как написано в книге Откровения, о четвертой главе, что именно великое вот это множество в белых одеждах было взято от великой скорби, и поэтому, Бог мой, я благодарю Тебя, Господь, что Ты использовал вот этот сон, как также пророческий, как вывел его не только с внутреннего на внешний, и нам есть о чем задуматься, нам есть за что молиться, и я молюсь, Господи, благодарю Тебя, что эти взрывы, они происходят, но, Господи, тогда, когда мы видим Твои пути, мы понимаем, что это во благо, что любящим Господа, как написано, все ко благу, и даже тогда, когда вот многие люди, многие семьи дошли вот до всего того поражения, как дошли ученики, это не из-за того, что Ты, Господи, хотел так, а из-за того, что люди, вот они не были внимательны, не были чувствительны, как в Матфея 22 главе написано о том, и мы это наблюдаем, когда Ты сказала, почему стол мой пуст, я же приготовил его для всех, и Ты, Господи, сказал, идите позовите, и там было так же, посмотрите опять, просто вспоминаю, три призыва было, вот так же, три взрыва, три призыва, и там первые они сказали, там некогда, я там поле купил, вторые там сказали, там коров купил, там я уже буквально не помню, как, но вот примерно вот такое, и там кто-то говорит, вот у меня работа, у меня там огород, у меня там еще третье, четвертое, пятое, и в конечном итоге, вот этот третий призыв, ну что, те достойные, и вот драгоценные, вот давайте посмотрим, вот часто, знаете, бывает, к примеру, мы недовольны руководителями каких-то предприятий, президентом бывает, там начальствами, властями, пастырями в конечном итоге, и я не говорю, что они достойные, но Господь что сказал, идите на перекрестки дорог, идите по улицам, и что сделаете, а пригласите, говорит, всех, вот именно те, которые не учителя, не хирурги, не врачи, и так далее, то есть, с одной стороны, конечно, 1 Коринфянам 1 глава говорит о том, в конце, что я посрамлю мудрое, вот не мудростью тех людей, которых призвал, которые, ну вот именно, часто бывает в церкви, но я скажу, очень много достойных людей, которых уважает общество в церкви, но, но вот именно разговор идет вот об этой ответственности, что тогда, говорит, тех, которых я звал, а не просто им некогда было, и поэтому, Боже мой, дай нам увидеть вот это все, потому что в книге судей написано о том, что, когда встал негодный царь, негодный царь, который убил царских сыновей, а потому что дьявол, он хочет убить царское семя, а мы царское семя, то вот именно один оставшийся сын царя, который смог убежать, которого спрятали, он встал на гору, где произносится благословение и проклятие, и сказал притчу о том, что в лесу было собрание, и они сказали, нам нужен предводитель, и попросили яблоньку, потом виноградную лозу попросили, и яблоньки там некогда было, и виноградная лоза тоже, она там вино для царей готовила, и так далее, и в конечном итоге они избрали вот такое дерево, как же оно называлось, такое, так, из чего, из чего, из чего, из чего венок Иисусу нашему сделали, выскочило из головы, ну, в общем, колючее дерево такое, Терновый, да, Терновник, да, Терновник, и они избрали Терновник, и вот этот Терновник, он просто зажал всех, вот именно в свои Терновые, или, как мы говорим, ежовые рукавицы, а из-за чего, из-за того, что вот мы часто бываем, вот когда чувствуем, вот Господь нас зовет, а мы не хотим выйти из зоны комфорта, и в конечном итоге потом сами же страдаем от пастырей, от руководителей, от наставников, от директоров и так далее, и поэтому хотя бы, дорогие, давайте будем молиться, чтобы вот именно те люди, которых Господь предопределил, быть избранными в том призвании, в которое они должны стать, и защищать народ Божий, они бы откликнулись, чтобы праведники встали во имя Иисуса Христа, чтобы негодные и неправильные цари, они просто были дисквалифицированы Господом, и Боже, мы благодарим Тебя, что мы сегодня в России наблюдаем, как просто вскрываются, особенно вот сейчас в Минобороне, это ж это ж сколько можно воровать, это миллиарды, триллионы, и что на них можно брать, и вот Господи, сегодня мы видим, сколько уже было снято, и мы пророчествовали, и эти пророчества совпадали с другими пророчествами, что будет смена элит, и мы дальше продолжаем, Господи, пусть негодные, они удалятся от престола царя во имя Иисуса Христа, пусть придут служители настоящие, которые служат, а не которые просто набивают карманы, которые заботятся о людях, и во имя Иисуса Христа мы просто молимся вот именно за нашу богатую страну, у которой столько нефти, столько газа, столько природных ресурсов, и люди, чтобы они проводили достойное свое вот именно не просто существование, а жизнь, как вот, к примеру, приезжает с Эмиратов и говорят там вот коренные жители, они там все миллионеры, потому что там они вот именно стоят на этой нефти, и как ты, Господи, это все поднимаешь, а у нас тем более этого всего достаточно, и сегодня, когда мы слышим о том, что наше ВВП, оно на достойном таком уровне, и кто-то сказал, что типа Россия там не выдержит, потому что у них там достаток, именно по которому сравнивается именно жизнь народа, не совпадает с Западом, но здесь по-другому вообще все считать надо, как говорят специалисты, то, что касается войны, то наша страна, она ого-го, она просто на первом месте, то, что касается народа, как-то у нас это не на том месте, как это было в Америке, как это было на Западе, поэтому, Боже, мы молимся, чтобы это в конечном итоге совпало, потому что ты показал, что Россия, она как Моисей, который идет для того, чтобы была разбита вот эта Вавилонская башня, вот эта та система, вот эта система фараона, когда народ, он просто собрал все серебро и золото, которого было достаточно для того, чтобы построить Искинию, и даже такое услышали мы, что они несли-несли на построение Искинии, и потом Весельил сказал о том, что Моисею скажи народу, чтобы больше не несли, потому что на все работы просто достаточно, чтобы мы это услышали и в церквях, чтобы мы услышали это и в нашей жизни, а не просто давай-давай-давай-давай, поэтому, Господи, где-то ей нужна вот такая пустыня, вот эта преснота, чтобы мы почувствовали, чтобы мы были благодарны, поэтому также молюсь, Господи, со всеми вами о том, чтобы у нас всегда было благодарное сердце, и чтобы мы всегда знали, что наши молитвы, они реально имеют силу, они реально имеют власть, и заканчивая вот с этим сном, Господи, я подвожу черту и молюсь, Боже, спасибо Тебе за все взрывы, которые нас приводят именно к тому, что ты показываешь, что без тебя мы голые, без тебя мы никто, молюсь, Господи, за церковь, чтобы она была готова, чтобы ковры были расстелены, чтобы, Господи, была приготовлена вот эта дорога для того, чтобы люди, они могли найти именно вот ответ на смысл жизни, ответ, Господи, на все их вопросы, ответ на все увечья, которые вот сейчас происходят на войне, как физические, так и душевные, потому что мы, Господи, верим, что вот как мы разбирали вопросы гордости, что именно ответ, ответ имеет в себе церковь в лице Сидраха, Мисаха, Авдинага и Даниила, но ты, Господи, не обещал, что этот ответ не будет через давление, потому что, Господи, для того, чтобы церковь поднять, часто бывает, ей нужно, чтобы произошли вот эти взрывы, чтобы в конечном итоге она проснулась, она пробудилась и просто воспряла и сказала, так у нас же все дары Духа Святого, у нас же Бог Всеведущий, Вездесущий, Который все знает, у Которого ответы на все вопросы, ответы на все нужды, и мы, Господи, молимся, чтобы мы могли быть ответом для этого мира, мы могли быть ответом на все вопросы, которые сегодня поднимаются вот непосредственно вот этой системой, которую просто отравил Сатана, и мы, Господи, благодарим, что церковь, она не просто будет спасаться от всего того, что происходит здесь на земле, а ты ее возьмешь, Господи, торжествующую, триумфальную, Господи, Аллилуйя, которая прославит тебя, дорогой наш Господь, и которая будет наступать, а не просто будет убегать, поэтому, дорогой наш Господь, я молюсь за каждого из нас, и, конечно же, я вместе с вами просто поднимаю полноту церкви, которую ты сегодня, Боже, хочешь видеть, это полнота пятигранного служения, чтобы вот этот именно новый формат апостолов и пророков пришел в церковь, которых ты, Господи, хочешь видеть в пятигранном служении для того, чтобы церковь, она была сочная, для того, чтобы она была полная, во всей полноте силе и величии, потому что ты, Господь, начал церковь с апостолов, и ты ее, Господи, и закончишь восстановлением апостолов, и поэтому, Господи, пусть пророческое служение, оно поднимается, и высвобождает, Господи, апостолов, потому что путь для апостолов готовят пророки, и Боже, я просто молюсь, чтобы и среди нас, и тем, кому мы будем доносить, мы, Господи, принесли вот эти, можно сказать, такие революционные форматы во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Давайте, дорогие, еще знаете, вот Татьяна, помните, просила с Красноярска, молиться за мужа ее сестры, которые в реанимации, я вот сегодня написал ей, пока она не ответила, поэтому во имя Иисуса Христа, Господи, все, что связано было с его сосудами, и прошла операция, пусть будет восстановлена во имя Иисуса Христа, но то, что Татьяна еще написала, пока делали эту операцию, повредили мочевой пузырь, и начались какие-то проблемы, он опять оказался в реанимации, поэтому мы провозглашаем жизнь, 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 и жизнь во имя Иисуса Христа, а также, Господи, молимся для того, чтобы первое, что было сделано, переживание встречи, Господи, с Тобой, и принятие Тебя своим Господом, Господином Божиим и Спасителем, да будет так. Отец и Сын и Святой Дух, Аминь, дорогие, слава Богу. Аминь, аминь. Аминь. А есть чем поделиться, драгоценное? Есть. Да, давайте. Ну, во-первых, это вот только сегодня мы не собирались молиться, а вчера, вы знаете, такая интересная молитва, у нас так получилось, что у нас было только двое, Люда и я, и вы знаете, когда мы собрались, ну, во-первых, друг другу сказали, о чем бы хотели там Наташа, и у меня очень близкая, знакомая, у нее рак последней степени, и она неверующая, и за ребенка, за Людинова. И мы между собой все это сказали, спрашиваем у Господа, Господь, а что бы ты хотел? Вы знаете, что он нам сказал? Помолчите в моем присутствии. И мы молчали. Это было такое сильное молчание, это была такая сильная молитва, со слезами на глазах, вы понимаете, вот настолько я ее, я и Люда потом тоже рассказала, она была такая сильнейшая молитва, я поняла, что Бог действует по этому умолчанию, потому что мы все как бы между собой рассказали, но Бог же все время с нами, понимаете, это была сильнейшая молитва, и после этого ну не меньше десяти или пятнадцати минут мы просто молчали. Я так со слезами на глазах молчала, это было такое сильное присутствие Божие, и потом он Людин сказал, это сильнейшая молитва, я это поняла внутри, я это почувствовала, вы понимаете, молча сильнейшая молитва, и под конец, после этого Бог нам сказал, верьте мне, вот и вся молитва, и еще одно я хотела, если есть возможность минутки на две рассказать, как пророческий сон я своим девочкам рассказывала, а вам нет. Вы знаете, Бог показал мне сон, в котором я оказалась в Ижевске, мы 20 лет в нем жили, у меня муж с Ижевской, и сын родился там, и наступает какая-то вражеская армия, и я всем говорю, давайте собираться, срочно нужно уйти из этого города, иначе будет поздно. И кто-то собрался, кто-то не собрался, и мы собрались, и вроде нас обещали на самолете или на чем-то перевезти, но мы в эту комнату зашли, а там все, уже поздно. Вышли, встали, и смотрим, я даже место видела в Ижевске. Знаете, между кварталами как бы двор, и в этом двору мы, я знаю даже, где это, а по бокам арка, ну, квартал, дом целый квартал, и внутрь заезжают как в арку дом, пятиэтажки там всякие, да, и по бокам уже видно, что заезжают враги на машинах, вы понимаете, вот это я вижу, и потом им говорю, кто поверит, становимся в круг, я одна там, вот получилось вроде как я одноверующая, но они мне поверили, человек 20-30 было, я говорю, становимся в круг, взялись мы друг другу за плечи, а кто внутри в кругу, нас было много, я говорю, обязательно хотя бы на плечо одну руку друг другу положите, это как соединение, согласие, а мы встали в круг и взялись за плечи, и просто коротко я сказала Богу, Господь, нам необходимо отсюда выбраться на безопасное место, только ты наш Бог, и ты это умеешь сделать, и ты переместишь нас в безопасное место, и вы знаете, он перемещает нас где-то в чистое поле, перемещает просто нас, а дальше оно не совсем безопасное, мы дальше должны идти туда, где необходимо, идти, но уже мы как бы в безопасном месте от этих врагов, и я просыпаюсь, это такой интересный сон был пророческий, он где-то был с неделю, полторы назад, вот, вот такое было, а так молились позавчера, все вот эти дни мы молились, и Таня, и Люда, и Наташа, и за ЕАЭС, и за каждый этот, как вам сказать, в кабинеты власти входили, и за экономику, и за каждую эту сферу нашей жизни, и за, вот как вы говорили, чтобы эти все люди, пенсионеры, не жили бедно, и, в общем, настолько сильно поднимали в молитве, понимали в молитве сейчас, насколько тяжело людям, вот там под обстрелом, они внизу в домах живут, они посылают сигналы за волонтеров, за то, чтобы это была безопасность, за то, чтобы находились эти люди, в общем, Бог очень сильно, конечно, работает во всех сферах, вначале я не знала, как, что сказать вам, как-то вот так теряюсь, а потом у меня всегда на третий день доходит, храни вас Бог, вот такая вот у нас интересная была, и молитва, и сон, и все. Третий день, три взрыва, слава Богу, ну да, супер, Антонина, вот смотри, про молчание, это же, знаешь, это очень, как сказать, это такой, особый уровень, это тогда, когда, к примеру, заканчиваются все слова, и все, и ты, как вот, знаете, называют это, бездна бездну призывает, и это дорогого стоит, когда, к примеру, мы вместе можем дойти до такого состояния, чтобы замолчать, а почему, говорю, дорогого стоит, потому что, вы знаете, особенно, к примеру, это зависит от людей, вот как говорите о том, что от вас двое было, бывает, знаете, бывает такое, что, ну, к примеру, в церкви, ты готов, вот просто все потечь, а люди, они, бывают не готовы ко всему этому, с одной стороны, не научены, с другой стороны, не все переживают, вот именно Бога так, как, к примеру, некоторые из людей, и Господу приходится подстраиваться, потому что кого-то надо ободрять словом, кого-то нужно ободрять словами, для того, чтобы вот этот поток, хоть каким-то образом, он не остановился, но тогда, когда группа, вот именно непосредственно людей доходит до такого состояния, то это просто вот именно тот поток, вот та глубина, который, вот он просто тебя захватил, и, и вот, вот как раз мы вот должны дожить до такого состояния в молитве, где вот непосредственно мы просто вот течем, течем, и нам даже не надо говорить, то есть все, там уже все внутри, это вот правда, молитва молчания, она вот именно называется там некоторыми людьми, и вот даже в псалмах написано, когда я, говорит, сделал обет молчания, и когда я сделал обет молчания, то там внутренность моя, она стала там огнем гореть, я, ну, как бы буквально не говорю, это происходит то, что вот именно поднимается все, на поверхность поднимается, бывает у некоторых мысли там и нехорошие, для того, чтобы их потом снесло, чтобы они сгорели и так далее, а когда вот мы переживаем вот именно присутствие Божьего, то это, ну, я думаю, это, но могут кто-то еще, да, наверное, засвидетельствовать об этом, но вот мы когда, допустим, вот с семьей особенно, вот когда молились там, и мама с нами, наша была и так далее, и приходит такой момент, когда ты просто останавливаешься и все, и вот здесь получается, вот, я не знаю, я мог лежать, мог лежать, и вот они, вот он потолок уходит, я вижу звезды, вот стены уходят, как я вот свидетельствовал, и ты просто настолько переживаешь и песок, и звезды, и море, и все остальное, как ты не переживаешь реально тогда, когда ты на настоящем море, почему, потому что ты входишь вот именно в это невидимо, поэтому то, что ты, Антонина, рассказываешь, дай Бог нам вот такое, хотя с другой стороны, я не знаю, как это, ну, в интернете может происходить, тем более, когда мы и не все друг друга, допустим, но, к примеру, знаем, и ведь мы тоже чувствительны к Духу Святому должны быть, и вдруг, к примеру, Дух Святой нас повел в этих вещах, и мы это реально останавливаемся, как Бог, к примеру, повел, тогда это просто, ну, не знаю, бомба, взрыв настоящий, а вот второе свидетельство, я помню, в Подмосковье проповедовал тоже, как-то и заметил, что люди сидят на служении, и чувства единства нету, и, да, можно было проповедовать, начинать и так далее, но главнее было всего именно начать с того, что, я говорю, понимаете, я увидела провода, я видение увидела, эти провода, они были разорваны, но не скреплены, я говорю, давайте вот с последних рядов встанем, давайте с передних рядов встанем, давайте обнимем друг друга, тоже положим руки на плечи, и, знаете, как будто вот соединение, такое мы смогли соединить, и кому-то, может, не надо рассказывать, насколько тяжело бывает людям обняться, и вы заметили, даже с кем-то ты, допустим, начинаешь обниматься, а он либо боком к тебе, либо как будто что-то такое бывает отталкивающее, и вот это надо, ну, не знаю, как сказать, духовно тренировать, научиться людям вот передавать вот эту любовь, которая в добрых словах, которая в объятиях, для того, чтобы вот эти провода, они все-таки в конечном итоге соединились, замкнулись, поэтому, слава Богу, спасибо, Антонина, поэтому, я думаю, ну, нам понятно это все, дай Бог нам дойти до этого, во имя Иисуса Христа, аминь. Аминь. Ну, тогда что с Богом, попробуем до завтра, да, благословения вам, храни вас Бог. С Богом давайте, с Господом. Всем, всем, всем большой привет и спокойной ночи и доброго вечера. Аминь. Спасибо. Аминь.